Ведать — значит знать о том, как древние тайные знания могут изменить жизнь человека к лучшему. Поговорим сегодня в эфире программа «Время говорить». Меня зовут Светлана Садовая, и сегодня у нас в студии потомственный ведун, знаменитый экстрасенс и эксперт многих популярных телешоу на федеральных каналах Димит Воронцов. Привет, Димит! Привет! Мне очень приятно с тобой познакомиться. Димит, скажи, пожалуйста, древнее искусство, ведовство ты практикуешь с самого детства, и уже будучи подростком, начинал принимать людей. Сегодня ты лицом многих популярных телешоу, участник прямых эфиров, таких как «Пусть говорят» на Первом канале. Давай еще напомним телезрителям, участникам каких шоу ты являешься, экспертом каких шоу ты являешься. Да, действительно, пусть говорят на Первом канале, прямой эфир на канале «Россия-1» с Андреем Малаховым, также «РЕН-ТВ», «Тайный Чапман», «ТВ-3», «Охотники за пройдениями», «Мир-ТВ», программа «Другой мир» и многих-многих-многих других. То есть, все то, что скрыто от обычной человеческой жизни, от обычных глаз, ты являешься профессионалом в этой области. Так скажи, пожалуйста, кто же такой ведун? Ведун, как правильно ты заметила, от слова «верность» значит «знать». Это ведовство, это то, что было всегда в деревнях, да, то, что всегда помогало, помогает и будет помогать. И без высших там космоподключений, там 150 каналов, там высший маг там в 25-м поколении и так далее, и так далее. То, что сейчас так очень напускное, пафосное. Я, можно сказать, деревенский колдун, который действительно ведает, который действительно может помочь людям. Я вижу прошлое, настоящее и будущее. Я являюсь непосредственно ритуальщиком. То есть, ко мне стоит приходить тогда, когда человек запутался, не знает выход из сложившейся ситуации. Я указываю причины сложившейся ситуации и говорю, что с этим делать. То есть, я непосредственно ритуальщик, я решаю проблемы. Я не какая-нибудь гадалка, которая просто рассказывает вам, что ваше будущее вы будете делать. Нет, я не пророк. Я непосредственно решаю чужие проблемы, будь то связанные со здоровьем, будь то связанной с личной жизнью, будь то связанной с финансовой сферой, в карьере, в каком-то личностном росте и так далее. То есть, я называю причины, описываю события, когда это произошло, при каких обстоятельствах это произошло. Описываю людей, называю имена, обстоятельства и говорю дальше, что с этим делать. Поэтому человек, приходя ко мне, получает не просто консультацию, да, не просто о своем там будущем, о том, что я бы сказал, но я уже прямо на консультации даю варианты, мало того, что развитие этой ситуации мы прорабатываем, да, работа с вероятностями, так называемая, но я уже даю направления, какие-то действующие ритуалы, обряды по решению данной проблемы. И они решаются? Конечно, решаются. Иначе бы я не являлся спикером Конгресса стратегии развития народной медицины в России, это Академия психологии и правительства Москвы, и не имел бы столько наград государственных признаний на высоком уровне. И в конце концов, я бы не смог в том же прямом эфире расследовать дела о безвести пропавших людях. И представляешь, какую ответственность на себя беру, говоря в лицо матерям, родителям, что ваши дети мертвы. Ведь найди их потом живыми, одна программа уничтожила бы мою карьеру. Или наоборот. Я сразу говорю, как я вижу, о том, что живы или нет, и что с этим делать, и где искать. Потому что все остальные из той самой битвы экстрасенсов, раскрученные и так далее, не могут сделать таких дел. Поэтому я, конечно же, мало доверяю, так скажем, шоу, которые идут после развлекательных, юмористических программ. То есть у тебя очень ответственная профессия на самом деле? Конечно, ответственная. И я пытался уйти от своей профессии, как ты знаешь, я по первому образованию авиационный инспектор. И я с 13 лет я начал принимать людей, когда дед мне передал всю силу и знания, и до 20 лет я принимал людей. В 20 лет я устал от чужих проблем, потому что я не имел нормальной, скажем, жизни подростка. Я не мог выпить пиво, я не мог делать еще что-то, потому что я постоянно проводил время в постах, помогая людям, молясь о них, читая их заговоры, ходя по лесам, по болотам, по кладбищам, отмаливая людей, вымаливая для них лучшую судьбу. И в 20 лет я пошел учиться, ну, естественно, в 18 лет я пошел работать по профессии авиационного инспектора. Но после четырех авиапроисшествий я все-таки вернулся в свое дело. Предвидел эти происшествия? Мне постоянно снился мой дед и говорил о том, что если я не вернусь в ведовство, то я разобьюсь на самолете. И четырех авиапроисшествия тому были доказательства. И в конечном итоге я увидел свою смерть на самолете. Настолько отчетливо, что пока я не написал заявление об увольнении, мне не подписал генеральный директор, у меня оставалось ощущение тревоги и запах жженой плоти. Потому что видел, как у меня горит рука, как горит у нас двигатель, как мы, потом самолет, физио даже разрывается в воздухе, и я падаю. И вот весь такой ужас. И после того, как мне подписали заявление об уходе, все у меня ушло. И через месяц на меня уже вышла программа «Параллельный мир». Тогда еще была моя первая программа на канале ТВ-3. И, собственно, когда ты занимаешься своим делом, как Павел Каэлью еще писал в «Алхимике», то вся вселенная тебе будет в этом помогать, если ты чего-то очень сильно хочешь, и ты идешь на правильном пути. Давай поговорим о личных приемах, о твоей работе с людьми. В чем заключается эта работа, и как и чем ты людям помогаешь? Ко мне чаще всего обращаются непосредственно с этими запросами. И я вижу обстоятельства прошлого, вижу, на каком месте человек находится в настоящем, и что ждет в будущем. И человек может получить помощь, приходя ко мне на личную консультацию не только, когда он приходит просить за себя, но он также может взять фотографию своего родственника, своих детей, или своих знакомых, или партнеров по жизни. И я по фотографии могу очень многое сказать, рассказать, что ждет, что произошло, раскрываю убийство, веду следствие, описываю события смерти человека, когда люди не знают, что же произошло на самом деле. Веду поиск без вести пропавших людей, помогаю снять, я не целитель, но многие вопросы со здоровьем я тоже могу решить. Когда люди не могут выйти из замкнутого круга, я нахожу для них эту дверь. Когда не везет в делах, когда человек не знает, почему так сложилось, как он оказался на этом месте. Я делаю обряды на удачу, на успех, на финансовое благополучие, защищаю от врагов, снимаю негатив на человека, ставлю на него защиту от конкурентов, от порчи из глаза, от соперников и соперниц, от многих дел. То есть практически весь спектр услуг для того, чтобы действительно помочь человеку. Именно в этом заключается моя работа, работа ведуна, непосредственно ритуальщика. Поэтому люди, приходя ко мне, они получают не только просто знание, консультацию, они получают реальную помощь. Поэтому все желающие могут записаться ко мне на личную консультацию, пока я здесь, во Владивостоке, я пробуду недолго. Потому что я здесь в рамках своего гастрольного тура от Калининграда до Сахалина. Я уже был в Калининграде, был на Сахалине. И люди все могут записаться по номеру телефона. Димит, скажи, пожалуйста, о том, что твоя профессия действительно серьезная, говорит то, что ты являешься лауреатом государственной награды за преданность профессии. А вот правительство Москвы. Вот за какие заслуги ты получил эту награду? За то, что я помог следствию раскрыть дело об убийстве. Когда была программа «В пусть говорят», еще на первом канале с Андреем Малаховым, там я вел дело о безвести пропавших девушках. И я в лицо материалам сказал о том, что они мертвы. И впоследствии я помог найти труп. Я его, собственно, нашел. Раскрыл это дело в рамках, так как дело еще не закрыто. В интересах следствия не имею права раскрывать все подробности. Но помимо этого у меня есть еще одна государственная награда в Башкортостане. Я стал лучшим экстрасенсом Башкирии. И вот в конце того года была церемония признания года, где также признали мои заслуги. И я помог найти девочку живую. И нашел ее за шесть дней. Был в безвести пропавшая шестилетняя девушка, девочка, вообще ребенок. И я рассказал сразу следствию, помог, кто ее похитил, где ее искать. И, собственно, помог следствию. И вместе мы нашли ее тоже в предстояльной государственной награде. Поэтому, если у вас проблемы, вы не знаете, как выйти из замкнутого круга. Вы не знаете, где вам получить поддержку, если вы устали бороться. Или вам просто нужна помощь для того, чтобы стать еще успешнее. Записывайтесь ко мне на личную консультацию, пока я здесь нахожусь в Владивостоке. Это будет и дешевле, и вам не придется лететь ко мне на прием в Москву. Ведь даже в Москве, как ты знаешь, я веду очень ограниченный прием. Телефон, по которому можно записаться на личный прием к Демиду Воронцову, вы сейчас видите на своих экранах. Демид, скажи, пожалуйста, а с какой самой необычной просьбой к тебе обращались люди? Да, пожалуй, ко мне один раз обратился мужчина. Он был кладоискателем. И он ко мне обратился с такой просьбой, чтобы найти наконец-таки клад. Потому что много лет посвятил непосредственно поиску различных кладов, драгоценностей каких-то. Он вел различные археологические раскопки. И действительно такие обряды на самом деле существуют. Но, естественно, я за это как бы дело не взялся. Я говорю, так как я не могу использовать свои знания ради получения каких-то таких крупных выигрышей. Он сказал, что он со мной, естественно, поделится. Я говорю, давайте я просто дам эти ритуалы, и вы проведете их сами, но гарантию не даю, потому что будете делать вы. Если я беру за работу, то я даю полную гарантию, потому что это реализуется и так далее. Но я могу в рамках приема отдать мне последственные ритуалы, обряды, заговоры, для того, чтобы человек сам себе мог помочь, если он не имеет возможности оплатить мою работу. Ведь каждая работа должна быть оплачена. Если даже в церкви свечи стоят денег, заказать сорока уст стоит денег, покреститься стоит денег, даже более того, отпеть покойника стоит денег, то я, естественно, не более святой, чем церковь. И чтобы не перетянуть на себя чужие проблемы, естественно, мы берем за это деньги. Потому что деньги, это является информационным обменом вообще во вселенной. Человек заработал, приложил к этому усилия, и, соответственно, это уже имеет определенный эгрегор информационный, то есть это сила. И он отдал мне, соответственно, я также их заработал и отдал другому человеку. Это такой бесконечный обиход. Демид, нам нужно уйти на короткую рекламу. Через пару минут мы снова встретимся в эфире с Демидом Воронцовым. Мы возвращаемся в студию программы «Время говорить». У нас в гостях потомственный ведун Демид Воронцов. Демид, скажи, пожалуйста, бытует мнение в интернете, когда я готовилась к программе, естественно, многое о тебе читала, много смотрела различных видео, бытует мнение, что ты работаешь исключительно с людьми состоятельными, все речь богатыми. Это так или нет? Ну, я не работаю исключительно с богатыми. Естественно, я работаю с бизнесменами, с звездами эстрады, с политиками, не только нашего государства, но и многих других, так как я гастролирую не только в России, по странам СНГ, но и в Израиле. И я живу на две страны, в Штатах, в Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке, и, соответственно, с знаменитыми людьми, кто-то предпочитает оставаться, естественно, в тени большинства людей. Потому что, я хочу сказать одно, колдуют все. И даже если будут кричать и говорить, что я в это не верю, это ересь, это не существует или это грех, это полная чушь, потому что колдуют все. Звезды эстрады, политики, бизнесмены, и все они такие успешные не потому, что они такие успешные от природы, а потому что они подколдовывают. Всегда было издревле у царей, у императоров были придворные колдуны, гадалки, целители и так далее. Все это остается и по сей день. Просто это более, естественно, как бы скрыто, но сейчас это является более доступно для людей, что раньше приходилось ехать в какие-то деревни, ведь говорят, нет пророка в своем Отечестве. То сейчас у тебя есть возможность, когда я, к примеру, в рамках своего гастрольного тура посещаю, многие города, 28 городов России посетил, и 15 еще предстоит. И вот, наконец-таки, в Владивостоке, меня давно сюда звали. Скажи, пожалуйста, еще немножко информации о тебе в интернете. Буквально набираешь в интернете Демид Воронцов, и первая же строчка в поисковике «Личная жизнь». Демид, раскрой тайну нашим телезрительницам. Ты женат? Официально нет. Неофициально женат. Сердце Демида Воронцова не свободно, к сожалению. Уже нет. Скажи, пожалуйста, но твои способности, они помогают или мешают скорее в личной жизни? И помогают, и мешают. То есть, первый мой брак, это был как раз-таки, он развенчался благодаря моим способностям. Потому что я, так скажем, взял с поличным, с обувшую жену практически, благодаря своим способностям. Потому что у нее пришло видение, мне показали где, что, как, где происходит, что происходит. Я пошел, побежал, все нашел и так далее. С одной стороны, помогло, да. С другой стороны, многие, как бы, семьи, которые живут, не зная об этом, продолжают жить и так далее. Я все-таки предпочитаю знать все, что происходит вообще вокруг. И стараюсь быть вообще в тенденции, как бы, и быть в курсе всех новостей. Ну, это и обязывает и медийная жизнь, да, к тому, чтобы все медийные люди должны знать все, что происходит в мире. Но и, конечно же, очень мешает, потому что многие, естественно, боятся. Не каждый сможет быть в личной жизни с колдуном, да. Знать о том, что тебя могут спалить, да, попроще по-русски говоря, в любой момент, где-то, что-то, как-то. Дружить. Многие, естественно, хотят приблизиться ко мне, да, потому что понимают о том, что уж для своих близких я расстараюсь. Но многие боятся. Многие, когда не знают, допустим, люди не смотрят телевизор о том, кто я, что я, а потом узнают, и их просто сдувает. Ну, я к этому привык, естественно, как, скажем, побочный эффект, это постоянно ночные кошмары, это постоянно видение, ощущение того, что я вижу жизни людей, когда просто проходят мимо меня, вижу мертвых, которые за ними следуют. Не так давно, точнее, ровно год назад практически, 7 марта, так как в Москве были безумные пробки, мне пришлось спуститься в метро. Я обычно не езжу в метро, потому что мне тяжело. Рядом со мной стоял один мужчина, я четко от него ощущал запах прелой земли и мертво. Я понял, что ему осталось где-то полгода, потому что у него была онкология уже прогрессирующей степени. И рядом стояла женщина, которая недавно потеряла своего мужа, и ее безумная депрессия давила на меня. И когда все эти люди окружают меня, округи, и все это на меня безумно давит, естественно, мне тяжело. Очень. Поэтому я люблю пространство, я люблю открытые территории. И мне, конечно же, комфортнее, когда я нахожусь в более приватной обстановке. Да, я выхожу, принимаю участие в больших шумных телешоу, постоянно живя на две страны. В Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе, где очень много людей. Но потом я, как говорится, прячу свой домик, где я один уже в своем свободном пространстве очищаюсь, спасаюсь, привожу мысли в порядок и стараюсь отдохнуть. Вернемся во Владивосток. Да, давай. Димит, здесь ты проводишь семинар по денежной магии и проводишь личные встречи по снятию венца безбрачия. Семинар «Венец безбрачия. Что делаю не так?» и семинар «Путь к успеху», на котором я буду рассказывать не только про денежную магию, как привлечь в свою жизнь финансы, как укрепить свое на сегодняшний день положение, ну как вообще, в принципе, стать успешным. То есть это такой мощный тренинг, включающий в себя коуч, психологические аспекты, ну естественно, аспекты видовства, экстрасенсорики, как достичь успеха. И «Венец безбрачия. Что делаю не так?» где мы рассматриваем два варианта и рассказываем, что такое венец безбрачия, что такое печать одиночества, почему бывают люди одиноки, самые совершенные ошибки, ведущие к одиночеству. Или мы все-таки рассматриваем, или что я делаю не так, психологические аспекты. То есть человек, придя ко мне, сможет разобраться, что он. Либо он что-то делает не так, либо на нем есть действительно какое-то потустороннее вмешательство. И в конце любого семинара идут действующие обряды, если это вип-семинары, то мы проводим их вместе, будь то на денежное благополучие, будь то семинар «Венец безбрачия. На обретение счастья в личной жизни». Ну и, конечно, больше всего я делаю аспект на личные консультации, потому что семинар с семинаром, это более доступно, этот человек может действительно применить в своей жизни, но непосредственно на личных консультациях человек может получить индивидуальную помощь. И ответ на любой вопрос. Да. Скажи, пожалуйста, а почему именно эта тематика? Потому что это самые, я выбрал и создал эти семинары, это мои авторские семинары, потому что самые распространенные запросы людей, это деньги и любовь. У меня, конечно же, есть также и очень многие жду по поводу здоровья, я буду проводить мантры на здоровье, буду тоже делать семинары по поводу того, как укрепить свои тонкие тела, ведь у каждого человека есть семь тел. Это физическое тело, это эфирное тело, это астральное тело, это ментальное тело, это душа и дух, да. И я буду рассказывать, как укрепить, как защитить, как восполнить энергию, когда идет растрат энергии, что такое наше биополе, как возникают эти дыры в биополе, как это сбалансировать. Очень многое, но на личной консультации я могу уже сразу продиагностировать, то есть, да, личная консультация что в себя включает? Она включает в себя диагностику, то есть, и коррекцию, то есть, коррекцию когда-то может помочь сразу же на месте, здесь важно учитывать фазу луны на сегодняшний день, да. Либо коррекцию, если мы договариваемся о совместной работе, то я в дальнейшем берусь за дело, я берусь далеко не за каждого. И гарантируешь результат. Да, поэтому я берусь только в том случае, если я действительно гарантирую результат. Димит, у нас остается совсем немного времени, последний вопрос у меня. Ты являешься спикером Конгресса развития народной медицины в России от правительства Москвы. Конгрессом стратегия развития народной медицины в России от Академии психологии правительства Москвы. Что это за Конгресс? Чем вы занимаетесь? То есть, под экстрасенсорику подведена какая-то научная серьезная база. Я правильно понимаю? Конечно. Ведь, прежде чем выдать мне сертификаты о том, что, видите, моя деятельность официально зарегистрирована по Росгосреестру, таким как парапсихология, да. И народная медицина у нас все-таки существует. Наш Конгресс занимается непосредственно тем, что мы составляем список сертифицированных специалистов в данной структуре. Если это целитель, то они должны иметь обязательно под собой образование. И составляем различные... Каждый Конгресс посвящен различной тематике. Допустим, различные биодобавки, которые в народной медицины рекламируются. У нас есть специалисты, медики, биологи, химики, которые все это тестируют, проверяют. И потом на нашем официальном сайте можно увидеть, что действительно подтверждено, что обладает каким-то целебным эффектом, а что запрещено является ядом. И я, так как мои заслуги в экстрасенсорике признаны на высоком уровне, меня, конечно же, Академия психологии правительства Москвы пригласила для того, чтобы я был спикером Конгресса. И я являюсь главным инспектором по сертификации эзотерика в нашей стране. Демид, я очень рада тому, что я на твоем примере убедилась, что экстрасенсорика это не просто какая-то вещь, куда люди бегут в минуту отчаяния, а очень серьезная наука. Это не миф. Это серьезная, но какая-то серьезная помощь в реально сложных ситуациях. И я в этом помогаю людям, чему я искренне счастлив и рад. Записывайтесь на приемы к Демиду Воронцову, и он поможет решить любые ваши проблемы. Телефоны вы сейчас видите на своих экранах. А с вами была Светлана Садовая и программа «Время говорить». Демид, спасибо тебе большое за встречу. Спасибо большое. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова